девочки всем привет а я начинаю снимать новые видео о своем новом процессе я начала вязать своему сыну джемпер и вот начинаю снимать этапы своего вязания и потом в конце когда изделие будет готово я смонтирую ролик вяжу я из вот такой пряжи эту пряжу вот эту пряжу конкретно мне отдала моя мама уже давно из нее я вязала из вот этого тандема я вязала своему мужу пуловер у меня есть на канале видео я оставлю вам ссылочку под этим видео в описании и у меня осталось пряжа вот такая вот это cotton gold fine и получилось так что мне хватит на два изделия докупила два мотка alize lana gold 800 так как в тот пуловер для мужа я тоже именно вот такой тандем использовала значит по пряже покажу это пряжа alize cotton gold fine здесь 55 процентов хлопка и 45 процентов акрила так вот такой вот color извините за качество съемки у нас сегодня яркое солнышко что очень радует здесь в 100 граммах шестьсот шестьдесят метров довольно тонкая нитка полухлопковая и для того чтобы ее стабилизировать как-то я добавляю alize lana gold 800 все знают эту пряжу здесь в 100 граммах 800 метров здесь 51 процент акрила и 49 процентов шерсти и color здесь 58 color здесь точно такой же как здесь здесь 58 это 58 один и тот же цвет пуловер который я связала для своего мужа оказался очень удачным он его с удовольствием носит он не толстым такой тонкий приятный мягкий и вот я предложила сыну связать тоже но мой сын пуловеры не любит он попросил связать круглую горловину обыкновенную я хотела связать ему что-то более интересное то что я буду вязать регланом сверху я приняла такое решение сама я предложила сыну показала ему как это выглядит у папы на пуловере он сказал да меня это устраивает но только круглую горловину и никаких никаких рисунков вот здесь у меня расстроил потому что я хотела хотя бы по переду пустить ну хоть подобие какого-то узора попыталась так скажем раскрутить его хотя бы там на пару полосок спереди каких-нибудь ненавязчивых но нет не получилось к сожалению я не знаю кто придумал этот минимализм чуть не сказала долбанный минимализм я сама его иногда люблю но тоже в каких-то таких нормальных количествах дозировано но сейчас молодежь наша это полный минимализм любят все простое без всяких каких-то узоров рисунков все такое свободное балахонистая либо вот простое и он не купился ни на какие мои полоски и сказал нет мама вот вяжи и вот так вот просто я буду вязать этот джемпер лицевой гладью настраивалась я пару дней на это вязание потому что у меня был такой энтузиазм я думаю сейчас я начну вязать сыну джемпер и вот он мне сказал что нет мама вяжи просто и я немножечко так потухла но ничего настроилась и уже начала вязать вот такое вот небольшое предисловие когда я получила такую информацию от сына я пошла за вдохновением конечно же куда в интернет ю тубе набрала джемпер регланом сверху простой джемпер лицевой гладью чтобы посмотреть вообще вдохновиться я не знаю увидеть что это не совсем уж так плохо я конечно знаю как это но думаю сейчас я увижу может быть там на мужчинах как-то это будет нормально вдохновлюсь и таким образом я увидела интересное видео называлась она что-то вроде бы как идеально круглая горловина что-то там такое я посмотрела этот видеоролик канал называется олина нитка и она оля выложила там очень интересную для меня схему вязания вот и вот этой вот идеально круглой горловины я ее для вас специально распечатала вот показываю вам я конечно же ссылочку на канал оли оставлю под своим видео может быть кому-то будет интересно посмотреть вот такой способ вязания горловины обычная в реглане не вывязывала вот этих вот скосов на плечи здесь реглан подразумевает что получается такие пока ты и красивые плечи я попробовала я распечатала вот эту схемку и связала вот таким вот способом пока мне это все нравится я не знаю что получится дальше если получится все это красиво удобно то это вообще будет замечательно вот по этой схеме буду тогда вязать и в будущем спасибо большое оли за такую вот подсказку значит кратко скажу в чем заключается здесь смысл в общем здесь я начинала вязать со спинки с середины спинки я обычно начинаю вязать вот от регланной линии здесь я начала вязать как предложила оля но она не то что она это предложила она сама сказала что она так вяжет всегда интересно попробовать что-то новое для меня это новое конечно для кого-то может быть это не новое для меня это было новое потому как я так еще не вязала вот отсюда в общем смысл заключается в том что начала вязать с середины спины захватываю вот эту вот петельку одну делая все соответствующие прибавки в регланных линиях в лицевых рядах потом возвращая захватываю здесь 2 здесь возвращаюсь одну здесь 315 потом еще раз сюда возвращаюсь еще одну захватываю и иду вот сюда начинаю вывязывать вот эту сторону это плечо с этой петли захватываю здесь две потом здесь 1 здесь три здесь 1 здесь 5 возвращаясь сюда захватываю здесь еще одну петельку и уже вот такой круг делаю и захватывать начинаю вот эти вот красные точки то есть здесь потом вот так уже круг здесь одну опять возвращаюсь здесь 2 и вот таким вот образом пока вот так вот по кругу пока до конца вот это вот все не провяжется и потом когда захватывается последнего тут три петли и вот так вот идет уже все вязание по кругу делаются прибавки в регланных линиях только в лицевых рядах и вот таким образом я попробовала в этот раз связать здесь при вывязывании сначала вот этого места а потом вот этого получаются вот эти вот скосы скосы на плечи вот получается вот это вот перед вот это вот спинка вот это росток и вот вот эти вот скосы скосы на плечи вот это мне понравилось когда посмотрела олина видео вот видите как это получается то есть не просто прямо все идет а идут такие вот пока ты плечи и соответственно выемка горловины тоже очень очень хорошая ну как мне кажется действительно красивая да еще захотелось мне уточнить почему я так отнеслась к вязанию лицевой глади и почему мне так это удручила так скажем да все потому что вот совсем недавно я себе связала косынку или бактус из пуха норки лицевой гладью ну хорошо что я там себе решила полоски добавить и с пайетками это хоть как-то мне добавляла какого-то разнообразия но факт остается фактом я вязала ее лицевой гладью и мне это лицевая гладь надоело ну скучно вот когда все время вяжешь лицевой гладью конкретно мне всегда хочется спать я не знаю может быть еще есть у кого-то такая проблема да как-то аж засыпаешь потому что ничего интересного не происходит все ровно все спокойно и вот у меня вот так происходит поэтому я так немножечко и под расстроилась но для меня главное чтобы сын этот джемпер носил вижу я не для себя вижу я для сына и пусть ему лучше эта вещь нравится и он ее носит чем он ее куда-нибудь забросит и она будет лежать но зато будет связано так как мама сказала нет лучше вязать так как хочет человек кому это все вяжется так что еще хотела сказать вижу я на спицах номер два с половиной мужу я тоже вязала на спицах номер два с половиной и мне нравится плотность которая получается в итоге единственная я сомневалась что может быть надо на горловину набрать поменьше петель не 112 но набрала 112 и надеюсь на то что вроде бы как-то смотрится это неплохо посмотрим что в итоге выйдет мне не привыкать если что распускать но я все-таки надеюсь что я сейчас вышла и у меня пойдет все как по маслу что еще хотела сказать на этом этапе начинала я вязать горловину вот таким способом то есть здесь у меня набор был с помощью дополнительной нити набирается на половину меньше петель вот здесь у меня 112 петель соответственно я набирала с помощью дополнительной нити 56 петель потом я их просто увеличивала вдвое но таких видео много на ю тубе я думаю что кто никогда так не вязал тот найдет этот способ потом несколько рядов я вязала полой резинки потом перешла на резинку один на один сделала имитацию ложной кетлевки так пряжу эту показывать сложно ну вот я думаю что так все видно все понятно но вот и все пока что я могу рассказать на этом этапе выйду может быть дальше когда рукава отделю покажу хотя что там показывать ну покажу все-таки что вижу меня это будет как-то мотивировать подгонять к тому чтобы побыстрее закончить этот джемпер с вами прощаюсь до следующего включения мое следующее включение в прошлый раз я вам показывала начало своего процесса я только начала вязать вывязала росток показывала вам это и вот сейчас у меня уже готов один рукав и вывязано тело джемпера рассказывать тут в принципе было нечего поэтому раньше я не включилась вот сейчас я вам покажу быстренько расскажу что как и да вижу уже второй рукав так значит после первого включения я начала вязать по кругу и вывязывать пройму я провязала на длину проймы 25 сантиметров и начала вывязывать тело джемпера так как пряжи у меня было два вот таких мотка lanagold 800 и два вот таких мотка вот сейчас все что у меня осталось в этом мотке у меня 31 грамм этого-то мне точно хватит все надеюсь мне будет достаточно поэтому я решила вывязать тело джемпера и уже потом связать рукава длина джемпера то есть вот отсюда и до конца 65 сантиметров вот здесь я перед резинкой делала убавку я убавляла 40 петель 20 петель спереди и 20 сзади резинку я вязала 1 на 1 4 с половиной сантиметра закрыла простым обыкновенным способом без накидов дальше начала вывязывать рукав вот здесь пока у меня этот рукав не связан вот здесь я прикрепила нитку добрала вот здесь 6 петелек начала вязать по кругу сразу же эти 6 петелек в несколько рядов я убавила и начала вязать по кругу рукав лицевой гладью делая убавки вот здесь я не стала убирать маркеры чтобы вы посмотрели вот здесь вот я таким образом делала убавки вот я как уже вам сказала вот вот этот треугольничек здесь я убавила вот эти 6 петель которые я добрала когда выходила в круг и дальше через каждые 10 рядов я сделала 16 убавок убавки я делала очень просто вот здесь у меня было начало ряда маркер например я до маркера 2 петли провязывала вместе и после маркера провязывала 2 петли вместе и того у меня по 2 петельки убиралась заряд потом 10 рядов вязала прямо и снова делала убавку вот таким образом я делала убавки по рукаву здесь вот перед началом вязание манжета на спицах у меня было 60 петель манжет у меня вязался на 40 петлях то есть все тут очень просто когда я сделала вот здесь убавку я уже начала провязывать резинку провязала лицевую и 2 вместе изнаночной лицевую 2 вместе изнаночные так до конца ряда у меня получилось 40 петель я связала манжет на чулочных спицах четыре с половиной сантиметра у меня длиной резинкой один на один закрыла обыкновенным способом так что еще сказать длина рукава вот отсюда от подреза до конца у меня составляет 50 сантиметров и вот я сейчас включилась чтобы вам именно вот эту информацию рассказать сейчас я начну вязать второй рукав джемпер я постираю и покажу вам готовое изделие вот делюсь с вами готовым своим изделием джемпер я довязала вчера вечером постирала уже он у меня высох стирала я его в тазике полоскала в тазике а уже на отжим я его бросила в машинку на 1000 оборотов он отжался все хорошо единственное он немножечко стал длиннее на один сантиметр рукава на один сантиметр сам в длину на один сантиметр ну и соответственно вот тут тоже регланной линии но это мне даже на руку это замечательно потому что сын у меня парень высокий и я надеюсь что все будет хорошо что мне сказать после прошлого включения добавить здесь нечего я просто довязала второй рукав точно также делая убавки как на первом я вам уже это показывала единственное что я очень перенервничала потому как ализе cotton gold fine очень быстро она заканчивалась подходила к концу и меня это очень так беспокоило и получилось так что вот я уже вышла на манжет мне оставалось 8 рядов вместе с закрытием и у меня закончилась ниточка cotton gold fine конечно я расстроилась посмотрела на валбересе посмотрела на озоне такого цвета нет пряжу эту мама покупала уже очень давно она у меня еще лежала плюс еще я мужу связала в прошлом году и она у меня продолжала лежать вот эти два матка но я вспомнила что вроде бы как после вязания пуловера мужу у меня оставалось совсем немного ниточек открыла свой заветный сундучок и нашла там совсем маленький вот у меня осталось 4 грамма то есть мне в итоге хватило радости моей не было предела потому как нужно было уже довязывать этот джемпер и как раз получилось у меня так что этот джемпер я довязала ко дню рождения своего сынули вот так замечательно все вышло сделала вот сюда нашивку вот так вот все это получилось цвет как обычно не передается вот наверное так но он сейчас опять пропадет вот темные темные изделия снимать очень сложно чтобы передать цвет после стирки он стал мягким как раз вот это вот толщина получилось не так толщина вот изделия как раз такая которая мои мужчины любят что муж что сын и не толстый и не тонкий итог получился такой что у меня было четыре матка alize cotton gold fine которые отдала мне мама и я покупала так как решила поженить этот полухлопок с полушерстью и покупала я два матка lana gold 800 на пуловер мужу и два матка я потом купила вот на этот джемпер для сына lana gold 800 конечно же у меня осталось вот вот у меня вот такой вот остался моточек от вот этого джемпера и вот такой же моточек у меня где-то лежит от пуловера мужа ну а cotton gold fine я вам уже сказала вот это вот от двух изделий мужских у меня осталось 4 грамма я думаю что этот джемпер получился на размер 48 50 мой сын носит 48 размер и конечно же любимый молодежью минимализм мама в итоге воплотила вот в этом джемпере надеюсь что сын будет доволен если сын будет не против и у меня получится сфотографировать его в этом джемпере то конечно же фотографии я вставлю в этот ролик мужчины к сожалению не особенно любят фотографироваться я постараюсь сделать пару фотографий больше рассказать мне нечего я благодарю вас за внимание заглядывайте ко мне в гости на мои каналы youtube zen telegram всем очень рада желаю вам легких петелек всего самого доброго и до встречи в следующих видео пока и и и и и и